Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали цветом, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока, когда же взошло, солнце увяло и, как не имело корня, засохло, иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило семя, иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во сто раз, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать, кто имеет уши слышать, да услышит. Сегодня 22 сентября 2021 года, и я веган-христалюх, начал собирать урожай картошечкой на своем участке. Когда я собрал и попытался разделить картошку хотя бы на три каких-то части, поменьше, покрупнее и совсем крупное. Вы знаете, кем я себя ощутил? Я ощутил себя Богом на страшном великом суде. А знаете почему? Потому что поделить ее одинаково на три ровные части не получилось. Любая картошка сможет из каждого ящика сможет возмутиться и сказать, но я же... Вот эта мелкая картошка, я очень люблю мелкую картошечку, особенно свежую, особенно молодую, особенно когда ты вырастил сам, ничем не опрыскивая и не загаживая. Я ее кушаю, кушаю всегда со шкуркой. Но есть средний ящичек, в котором более крупная картошечка. Но как ты не сортируй, в этом ящичке, где очень мелкая, должна быть мелкая картошка приблизительно вот такого вот вида, попадает и большая, но попадает более крупная. Но когда ты эту более крупную начинаешь перекладывать сюда и все подобные, общая видимость глаза делается такая, что тебе и следующее кажется, и это кажется, она оказалась тебе до этого мелкой, но на фоне вот этой картошечки она уже крупная, и тебе ее тоже хочется переложить сюда. Точно так же из этого ящика хочется переложить в мешочек с более крупной картошкой. И так получается до бесконечности. И сколько ты не старайся, ты никогда не сможешь их разделить на три ровных части, хотя бы на три. Даже если ты сделаешь 103 варианта разных ящиков, в каждом ящичке каждая картошка уникальная. У каждой картошки свой размер, форма и вес, и вкус, и запах. Но есть и вот такие вот картошечки. Это картошечки, которые попали даже в эти ящики. Какие они? А они с повреждениями. Это вот больная с гнильцой картошечка, со всякими недостатками и пороками, со скушенными и прочими вещами, со скушенными насекомыми. Это не говоря о том, что все, что я собрал, и все совсем негодные картошки, которые были наполовину гнилые, совсем завядшие или какие-то нехорошие, вообще не попали даже на это сортировочное место, на эту сортировочную площадку. Они даже не попали в мое ведро и, как я сказал, не попали сюда. И, приступив, ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Иисус сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи «осеете ли». Ко всякому слушающим Слово о Царстве Небесном и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит Слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает Слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего Слово и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во сто раз, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Всех приветствую! С вами я, Веган Христолюб. И как вам моя не притча, а реальная суть жизни? Только что вы познакомились, кто-то и сам таким вещами занимался, как человек в реальной жизни собирает и сортирует картошку. И вы знаете, то, что я сказал, это не просто так. Реально сортируя эту картошечку, этот картофель, на более крупный, на более мелкий, на более ровный или кривой, я действительно ощутил себя Богом на великом, как его называют, страшном суде. Ну, страшным он будет для грешников. Вы знаете, как ты не дели, как я сказал, еще раз повторю, эту картошку, не получается ее разделить. Когда ты убираешь, на твой взгляд, более крупные, действительно, более мелкие, становятся потом, на фоне еще более мелких, уже более крупными. И невозможно разделить. Так как же будет происходить великий страшный суд? Он все-таки будет или нет после второго пришествия Иисуса Христа и тысячелетнего царства с ним, его святых? Будет разделение на черное и белое. Кто меня давно знает и слушает, тот знает, что я проповедую истину Евангелия Иисуса Христа о том, что человек должен достигнуть совершенства. И достигнув его, будет пребывать в абсолютном совершенстве блага бытия счастливой жизни. И что нет никакого черно-белого рая и ада. Нет никакого черно-белого спасения по вере. Так будет разделение на два мира после тысячелетнего царства и после того, как земля и все дела на ней сгорят? Или нет? Как же можно поделить? Ведь любой человек, если ты начнешь его судить, и других рядом с ним, если ты одних отправишь в рай, то многие в аду будут очень близки и похожи к тем, кто отправлены в рай. Так как же их поделить? Ну, как я вам показал на примере картофеля, на самом деле, когда мы пытались рассудить на черное и белое хороший картофель, пусть и более мелкий или более крупный, более сладкий или менее сладкий, хотя ты его еще не пробовал, но он действительно, каждый картофель отличается. Более ароматный или менее ароматный. Как и любой овощи, фрукт. С одного даже дерева сорванные. Так как же их разделить на два лагеря? Ну, как я вам показал, это было лишь образ Царства Небесного. Это мы пытались разделить святых, а их на черно-белое не делим. А вот кого не было сначала у меня в кадре, а потом я о них сказал, это больные картофельные. Так оказывается, на черно-белое все-таки можно поделить картофель. То есть на два лагеря вначале картофель ты делаешь. Реально, который попадает тебе вообще в погреб или кто где хранит и не попадает. Вот оно, черно-белое разделение. Точно так же будет после второго пришествия Иисуса Христа и тысячелетнего царства с ним и его святыми, когда начнется великий и, как его называют, страшный суд. Действительно будет разделение на черно-белое. Действительно будет разделение на святых и грешников. И вы знаете, как это будет? А очень легко. Кто смотрел мои ролики, тот знает уже всю эту истину. Есть нулевая планка. Ноль. Ни добро, ни хорошо. Она, конечно, только математическая. Мир не серый. Мир не нулевой. Он всегда отклоняется в одну или другую сторону. Это либо красота, либо уродство. Мне либо приятно, либо больно. Я либо свят, хоть чуть-чуть, либо грешен, хоть и немного. Нуля не бывает. Это лишь математическая единица, точка отправления. Так как же будет разделено? Вот благодаря этому нейтральному нулю и разделение на плюс и минус, точно так же будет делиться и на великом страшном суде. Ну по какому принципу? Что такое ниже нуля и что такое выше нуля? А все очень просто. Все, что ниже нуля, и любой человек, называемый грешником, и какой бы он хороший ни был, если в нем будет хоть один грех, а какой это грех один? А это грех причинение боли, страданий любому живому существу на земле, в том числе и природе, которая тоже в своем роде живая. Вот именно это. То есть причинение боли кому-то. Сейчас вы поймете, что и святые разные бывают, и они тоже могут страдать, но сами. Вот эта нулевая планка, граница, через которую переходит или нет человек, это не спасение по вере, это не творение зла. Уклоняйся от зла и делай благо. Вы знаете, я всегда это говорил. Вот это не делание зла, это и есть уже, конечно, святость. Если человек реально в своей жизни никому не творит зла, не получает удовольствия за счет чьих-то страданий, неважно, природы, которую он губит, животных, которых он убивает и эксплуатирует, людей, с которыми он делает то же самое, грабит, обманывает, избивает, ворует, насилует, все что угодно, любое зло. Вот это вот не делание зла, да, в Царстве Небесном, после Тысячелетнего Царства, реально окажутся люди, которые никому вокруг себя не причиняют зла. А в аду, хоть и временно, ибо, как сказал сам Иисус, оттуда можно выйти, когда отдашь все до последней копейки, когда ты все вкусишь, что зло, которое делал. И даже, если ты был хорошим человеком, в общем понимании или в чьем-то понимании, но у тебя, на тебя, у кого-то есть зло, которое ты реально делал человеку, ты за него будешь расплачиваться. И вот это вот причинение кому-то вреда и есть та грань, через которую человек не должен переступать. Это и есть та нулевая планка. А как же со святыми? Они все одинаковые? Нет. Вы знаете, на примере картошки, том, что я вам сейчас говорю, простыми словами, все это говорил и Господь наш, и Бог Иисус Христос, и Его ученики. Апостол Павел так и говорил, что звезда от звезды разнится во славе. Что, когда придет свое время, и каждое дело испытается огнем, каждый окажется, ну, как Павел тоже дал такие же образы, кто-то, если это золото, будет еще очищено еще ярче, если это алмазные камни, будет еще прекраснее блестеть в огранке, да? То есть дело каждого испытуется. И даже если человек никому добра не сделал, ну, хотя бы не делал зла, да, дело его испытается, это соломенный дом, он сгорит, он спасется как бы из огня, да, он на грани. Его уровень святости относительно шкалы нулевой, относительно нулевой планки по шкале, ноль целых, одна миллионная. Но он никому не делал зла. Да, он никому не делал добра, он жил в своей жизни. Он не проповедовал, не творил добро, ни делом, ни словом. Ему ни до кого не было дела. Он был очень алчным человеком. Он не воровал за счет кого-то, но он все хапал. Он никогда ни с кем не делился, никогда никому не помогал. Его святость ноль целых, запятая ноль 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 ноль, может быть, одна целая. Да, он спасется, да, он не в аду, но у него ничего нету. Он несчастный человек, он алчный, он серебролюбивый. Да, он никогда в своем серебролюбии не переступал планку отнимания чужого, но он никогда никому ничем не помог. Это внутреннее счастье человека. Он всегда будет несчастлив. Он дырка. В нем нет активной силы любви. Иисус прямо говорил, что каждый получит, когда Иисус придется с этими ангелами, со тьмой святых ангелов, по делам своим. И награда у всех будет разная. Один талант, один, два, два, пять, пять, да еще и один отобранный у грешника. Это очень важно понимать. Очень важно понимать. И вы знаете, вот это вот царство святых, никогда не останавливайтесь в достижении, в цели и в пути достижения совершенства святости. От этого зависит ваше собственное счастье. Человек может оказаться в раю. Он никому не делает, в царстве небесном, он никому не делает зла, но он никому не делает добра. Он будет страдать. Можно быть нетерпеливым, недовольным. Можно возмущаться на что угодно, на осиновый пень, который у тебя на пути попался. Не зря Господь и его ученики учили о том, что нужно быть довольным тем, что есть. Вот попадет человек в небесное царство, который не умеет радоваться тому, что есть, тому свойству, тому качеству души, которому научились настоящие святые. Как он будет там радоваться жизни? Он вечно всем недоволен. Вы знаете вокруг себя таких людей, а может быть, к сожалению, на сегодняшний день вы сами таким являетесь. Будьте вы счастливы. Нет. Посмотрите на таких, как я. Я, как апостол Павел, писал, великое благо, великое счастье, быть благочестивым, то есть святым, добрым и довольным. Довольным тем, что у тебя есть. В другом месте Павел так и писал, «Я умею радоваться жизни, будучи в скудости, и умею радоваться и не возноситься в жизни, будучи в изобилии». Хотя под изобилием Павел не понимал сто миллиардные золотые дворцы и яхты на 10 тысяч человек для одного человека. Нет. С тысячей обслуживающего персонала. Конечно же, нет. Павел имел в виду действительно скудные времена, гонений, может быть, каких-то стеснений. Как он и писал, «Я много раз был в голоде, в дороге, в несчастьях во всяких, от людей, от природы, от зверей, да, и никогда не унывал». Будут такие люди счастливы всячески вместе? Конечно. Это счастье внутри них. Они мирны, они довольны, они терпеливы, если что-то случается. Это внутреннее состояние души. Вот вам отличия. Поэтому, конечно же, я вам всем желаю, ну, естественно, прежде всего, не попасть, не остаться на том поле, где я оставлял, выкапывая картошку, которые даже не попали ко мне на сортировочную площадку. И даже которые некоторые затесались. Помните притчу Иисуса? «Как ты попал сюда, на брачный пир, в грязной одежде, в небрачной, не в чистой?» Не зря Иисус и его ученики говорили о том, что церковь, невеста Христова, это и совокупность всех святых, и душа каждого человека, каждый человек, невеста Бога, его дитё, оно должно быть без пятна и без пороков. Совершенство святости. Иисус постоянно говорил о совершенстве. О святости. И его ученики постоянно говорили о совершенстве в любви, как Бог. Быть как Бог. Будьте святы, как свят Господь Бог, как свят Отец Небесный. К сожалению, конечно, в псевдохристианстве это учение оставили практически сразу после вознесения Иисуса Христа, когда Он оставил людям свободу избирать между добром и злом. Именно поэтому путь Иисуса Христа, кто помнит, после того, как Он получил залог Святого Духа семечка, и все, кто, а семечка, это, как Иисус сам говорил, это слово, это учение, и вы все, кто слышите Мое Слово, если оно вдруг касается вас, неважно, сколько лет вы были в псевдохристианстве, никогда этого не слышали, и многих вещей не понимали, и сегодня вы слышите, понимаете истинный путь к святой жизни, который делает самого человека абсолютно счастливым, покоритесь этому Духу и пойдите за Ним. И не просто так Иисус показал этот путь. Вначале Дух Святой ведет человека в пустыню. Конечно же, у людей семейных, у которых есть какие-то обязанности в миру, кто-то за кем-то ухаживает, у кого-то дети, родители, важная работа, да, люди по плоти не уходят в пустыню, но по Духу да. Прежде всего, победи себя. Познай себя. Иисус именно для этого Дух Святой ведет его в пустыню для испытания от дьявола. Стань каким? Терпеливым, благодарным, довольным всем, что есть, мирным, кротким и так далее, и так далее. Только после этого, во-первых, исполнив все эти заповеди, победив себя, познав себя, насколько ты хороший, плох, и победив себя плохого, ты сам станешь счастливым. Ты сразу, у тебя уже на половину пути будет исполнена вторая заповедь, которую ты начнешь после этой пустыни исполнять, и проходить вторую часть пути, это о любви ко всему внешнему миру, к природе, людям и животным. И самому через всю эту любовь ко всему Божьему творению, в котором он всячески во всем присутствует, ты исполнишь заповеди любви к Богу. Так ты уже полпути пройдешь, когда сам станешь святым внутри себя, полноценным, довольным, благостным, когда, как Иисус сказал, ты станешь полным сосудом, из которого потом потекут реки воды живой. Тебе уже будет наполовину легко исполнять заповеди. Если тебе ты доволен с тем, что есть, ты никогда не то, что сам не будешь всю свою жизнь полагать на каторки, там, трудясь ради каких-то банальных вещей, которые ничего в этой жизни не стоят. Ты перестанешь покупать, ты не будешь работать, чтобы купить себе какое-нибудь там золотое колье, потому что у тебя все подруги ходят в золотых кольях. Тебе, может, оно и самой-то раньше нафиг не надо было, но все ходят, или все ходят с айфоном, и тебе надо, потому что, а то меня злоха будет считать. Когда ты познал себя и тщетность всей славы человеческой, ты будешь ходить спокойно с Nokia 3310 через 20 лет даже после завершения ее производства и радоваться жизни, и тебе будет все равно на мнение окружающих. Ты счастлив. Он за этот айфон, бедный студент, чтобы понтануться, 100-тысячный кредит отдавать будет 5 лет, выплачивая всю свою студентскую подработку, а ты не будешь париться, ты будешь кайфовать и отдыхать. А все, допустим, подработанные деньги тратят действительно на реальные, важные для себя в жизни вещи. Вот и все. Вот вам пример жизни. И так много чего. Во всем ты обретешь полноту счастья. Ну, естественно, когда ты сам станешь, как я уже сказал и повторяюсь, вторая часть пути это о любви ко всему Божьему творению. И тебе легко ее будет исполнить. Так что вот так вот. И вы все прекрасно знаете, кто пошел этим путем или кто сегодня, послушав меня, встанет на него и пойдет, познает истину, познает правдивость моих слов и через это обретет полноту блага бытия. Будьте активными в любви. Именно эта активность в любви и делает вас счастливыми. Проявляйте любовь, которая внутри вас будет шириться во всех своих делах. Будьте активны. Проповедуйте, говорите, творите добро. Проявляйте ее во всем, через уста, через руки. Гладьте и целуйте своих близких и любимых. Дарите им подарки и мелкие радости. Говорите им теплые добрые слова. Соответственно не лицемерные, о которых они заслуживают. Если грешник вокруг грешит, родной, близкий или какой-то человек посторонний, обличайте его. Говорите им, что они творят зло. Этот мир до так называемого великого страшного суда это школа жизни. Она ради этого вся задумана. От того, что вы сегодня скроете зло в себе или в ком-то, ничего это никому не даст. Никто от этого счастливее не станет и ничего не приобретет. А в Царстве Небесном не в Царстве Небесном все потерять, а не попадет просто туда и не будет там радоваться. Вот и все. Если вы любите людей, вы желаете им блага. А желать им блага, как говорил Павел, проявлять свою любовь, говоря каждой ближнему своему истину, правду. Потому что мы будем все счастливы только тогда, когда мы все будем весь мир ты знаешь, что никто на этой земле тебя никогда не обидит. Именно только такие люди будут в Небесном Царстве. Они хотя бы тебе никогда не сделают зла. Ну и конечно же, чем больше будет людей, которые не просто не сделают тебе зло, но в этом доме примят тебя, накормят, напоят, всячески порадуют, ты испытаешь полноту счастья, а не просто идя мимо дома, в котором тебя просто не побьют. Так давайте же будем в Царстве Небесном не просто такими пассивными святыми, мелкими святыми, а давайте будем крупными, совершенными. Вы знаете, сначала это все идет через, конечно, отчасти понуждение. Кто проходил таким путем, тот знает, о чем я говорю. Но со временем, ты сделав одно доброе дело, другое доброе дело, в одной сфере, в другой, как я говорю, руками, головой, ногами, ушами, устами, ты пожав плоды этой любви, ты становишься рабом этой любви, рабом этой жизни, рабом этой сущности, ты становишься как Бог. Бог может творить зло, да, он свободен, конечно, он творит его, нет, это антиномия. Так и мы, мы всегда останемся свободными сотворить зло, но святые люди когда-нибудь сделают его, уже нет. Познав на опыте вкус, и горечь запретного плода зла, он уже никогда его не будет вкушать. Он будет только вкушать плоды от всякого дерева добра, творя его. Познав однажды вкус этого добра, человек никогда больше от него не сможет оторваться, его все больше будет больше тянуть. Он будет алчным, как Иисус говорил, и жадным этой правды, этой истины, этой любви, этого счастья, испытывая счастье от любви и того, что ты любим. Чего я вам всем в вашей жизни и желаю. У меня все. С вами ваш Веган Христолюк. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде этом прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына человеческого грядущего в Царстве Своем. Своего Своего Своего